всем привет итак сегодня на моем канале обзор ножа а то у всех есть на каналах обзора ножей а у меня почему-то не было но нож у меня не простой я же не зря дел полосатую футболку неважно какого губа нож у меня сделан местах лишения свободы колонии посмотрим вот как это произведение народного искусства выглядит в ножнах с ножен и начнем ножны выполнены из кожи между слоями кожи имеется резиновая проставка чтобы при извлечении ножа и расположение в ножнах заточку не портить все очень качественно прошита имеется имеется отверстие под ремень тугое такое все даже какой-то герб на защелке вот сам мессер это просто оху он же тесак он же перо он же нож рукоятка выполнена из березы очень гладкая на ощупь приятно держать руки имеется гарда естественно чтобы при тычковом ударе нам не прилетела по пальцам лезвием по самому клинку чё за сталь я хрен его знает клинок имеет долы форма клинка напоминает что-то наподобие закос под восточные ножи ножи из ближнего востока по габаритам длина режущей кромки данного тесака составляет 185 миллиметров если полностью длина лезвие 205 миллиметров толщина обуха ближе к рукоятке 4 миллиметра с хвостиком длина соответственно рукоятки и посчитаем вместе с гардой 117 миллиметров для чего этот нож принципе я не знаю с такими блин габаритами только докалывать дичь кабана например прям сердце ему вонзать наверное для других целей он мало годится возможно для каких-нибудь национальных костюмов он подойдет является ли он холодным оружием честно сказать нужно экспертизу проводить но мне кажется что экспертиза покажет что он все-таки не является холодным оружием это мне так кажется но визуально да окажется что да блять это холодняк определенно ну мало что он кажется визуально тут еще нужно поскольку мы не знаем марку стали мы не знаем ее твердость и так далее а это тоже очень много значит спасибо за просмотр пока